Итак, всем привет дорогие друзья, с вами TotemPalt, а мы продолжаем играть в Ark Survival Wolf. И это у нас PvP сезон. Сейчас я для вас ставлю, так сказать, вставочный видосик, который вчера успел заснять. Это был видосик про рейд именно нашей базы. Да, я не успел поставить турки и, короче, всё у нас плохо сложилось. Ну-ка, отстань. Короче, сейчас вы это увидите, эту ставочку. Нет, ты понимаешь же, в масштабах X5 у нас есть металл. Только этот металл равносилен 0,1 слитка, вот так вот. Голь, бери патроны. Ну, блин, ты чё, дурачок, что ли? Ты этот, одень броник, а то он тебе поломал. И он, он у Яковска. Слышишь, лампадок. Да, лампадок? Ну, шо поделать? Двери открыть не можем. Ты ж зайдёшь. Артём, жарь, как? Слышишь, тут мой друг пришёл, короче, друг пришёл, мы, короче, двери открываем. А, ну, бля, давайте открывайся. На пол, блядь, легли, суки. Ага, обязательно. А, мы будем на пол, жрецы, чумошники, ебаня. Чё, с моногарма даже попасть не можешь? Походу, попал. Попал, еле-еле, самое главное. Ну, так вот, суть в том, что нас зарейдили на Айбере, и сейчас, чтобы организовать возмездие, мне надо поселиться примерно вот у того водоёма, у которого меня только что избил дилкой. Обидно, конечно, ну ладно. Короче, буду сейчас сделать будку, и, собственно говоря, в этой будке мы сейчас с тобой временно будем жить. Нам ещё, по идее, должны будут дать ПВЕ статус, потому что нас зарейдили, но это админам покажу, конечно. Ну, так вот, сегодня мы с тобой в этот ПВП сезон делаем дом. Да, нам придётся сделать дом деревянный хотя бы, этого достаточно, ну или каменный, хрен знает. Так, я, по сути, уже почти... Где я вообще? Ну, чё, дурачки, давайте обратно, куда я пошёл-то? Ну, собственно говоря, уже вот тут на месте, сейчас приступим. У нас тут как раз, вон, бобры рядом живут. А, вот, кстати, неплохо, можно вот попробовать и на этой платформе это сделать. Но это не точно, конечно, но, в принципе, кстати, неплохая идея попробовать сделать именно на этой платформе. Так, приступим. Нам нужно это дерево с соломой, конечно же. Что-то пока только в соломы падает. Вот, упало дерево, смотри, делаем, значит... Пистолет этот нам не нужен. Так, камень... Ща, намутим. Делаем, вот, кирку. Кирка для начала, потом топор. Да. А вот обидно то, что вчера вот только-только присоединился Зевалка, ну, Анатолий наш. Но, к сожалению, мы с ним занимались добычей металла. И, короче, не успели мы поставить турки на оборону хотя бы немножечко. Хотя бы немножечко турок мы не успели поставить. И вот это вот было обидненько. Так бы мы хотя бы хоть какой-то отпор додали. Так, ставлю топор на второй. Это всё выкидываем. Нифига оно мне. Так, смотрим. А мне надо скрафтить. Каменный дом с респой, да? А для каменных фундаментов нам нужен камень, дерево. Ну, это мы сейчас организуем. Что нам тут делать-то? Базу, кстати, планируем на это... На каком-нибудь доме делать. На экстиншине теперь. Потому что с Абера нас, можно так сказать, выпихнули по-быстрому. Потому что, ну да, нормальное место было на балконе прожить. Ну, а так пока вот. В процессе фарма. Надо сделать домик. Каменный. Это будет достаточно. Пока для старта. Но потом, конечно же, за кадром. Конечно же, за кадром мы приручим как двух тиранодонов. Может, одного хватит. Ну, суть в том, что нам надо будет этот дом переместить на крышу дома. Любого, который тут есть. Главное, чтобы была нормальная местность. Ровная и для хорошего дефа. Так сказать, база, находящаяся на крыше дома, вообще отличная база будет. Я думаю. Поэтому вот так вот мы это все и организуем. Так, надо попить водички. Тут очень много животных. И, конечно, из-за того, что тут такой вот теневой оттенок, FPS тут поменьше. Да, признаю это. Так, вот еще на два фундамента хватило. Можно, в принципе, что у меня там кусает. Да, классно. Давайте меня сейчас муравьи еще начнут пожирать. Уйдите. Ну, это там тупо в крысу залетел. Это не честно. Пипец. Вот самое прикольное. Откуда там муравьи-то эти уже взялись? Так, в какой стороне? А, все, понял. Пара... Пара шажков. Короче, вон туда надо. Сейчас попробую по горам тут потихонечку спуститься. Ну да, идеально. Все хорошо. Спустился по горам. Все на месте. Теперь надо только трупик собрать. И всякое говно из инвентаря вот так вот стереть. Че меня там, в кустах забили или где? Смешно, конечно. Ну да, смотрю, он еще тут сидит. Дикпения. Откуда у него под нога-то взялась? Вот объясните мне. У вас столько не было, мужики. Господи, как же я ору с этого. Слышь, че? Охранник. Давай помогай. Ты че тут встал? Помогай, говорю. Ко мне муравьи летят. Ты, может, поможет? Ша. Убей муравьев. А, ему похрен на муравьев, да? Нормально. Ладно. Это мы запомнили. Сейчас, в принципе, если я от них оторвался, то все будет нормально. Надеюсь. Еще они летят? Вроде они отстали. Ладно, главное, чтобы отстали. Не надо мне сейчас муравьев не отбиваться-то ничего. Как-то так. Ну да, отстали. Так, смотрим. У меня... Вот это вот надо выкинуть. Ставим... Четыре фундамента. Ставим тут поставиться. Нельзя разместить. А че это нельзя? Нельзя, говоришь? Нельзя, так нельзя, ладно. Мы, если не тут, то где-нибудь здесь разместим. Че нам мешает-то? Че нам, как говорится, мешает? Ничего нам не мешает. Да, некоторые, конечно, факторы мешают. Ну, это не такая уж проблема. Так, давай. Ну, началось. Тут не состыковка, там не состыковка. Хорош, а? Давай, еще раз. Хорошо, вот подумай. Смотри, какая поверхность. Раз. Бляха. Че за бред? Вот, давай, еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично. У нас прогресс. Так. Теперь берем. Достаем стеночки. Да. Надо камни пофармить. Ну, давай пофармим. Вообще, задача этой серии была просто вам сказать и показать то, что мы вот успешно сейчас будем развиваться на XT и, соответственно, ну, ждите новые выпуски типа. Я, конечно, рассчитывал то, что вот сейчас там базу на перенормальную отстроим и я начну снимать, как мы тут это, ходим всякой фигню и маемся. Но нет. Мы не смогли этого предусмотреть, то, что все-таки нас придут и зарейдят, потому что буквально позавчера у нас был ПВЕ статус. Ну, точнее, у меня. Анатолий-то только вчера присоединился и типа, ну, сами подумайте, я за эти три дня только здоровую халупу отстроил железную и все. А толку турель поставить не успех, к сожалению. И максимум я приручил там двух опустошителей, я вам так скажу. Ну, это все мы потеряли уже, все, а этому кранты. Так, что, ну, давай уже посмотрим хорошие стенки крафтить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, еще восемь стеночек получается надо нам во вторую сторону. Ну, что нам конкретно не хватает? Нам не хватает соломы, надо. Так, солому мы взяли. Ну, это, короче, суть в том, что я вот, Анатолий сказал, типа, давай уходить с этого сервера, а я такой, типа, говорю, ну, нет, так нельзя, типа, надо довести дело до конца, типа, ну, что это такое, рейдить людей, которые еще даже турки не поставили. Ну, я лично считаю то, что это даже неинтересно, можно сказать, смысл рейдить человека, у которого даже лута толком нет, зачем. Дождались бы, когда бы у нас хоть что-то было, тогда бы я их понял, типа, то, что вот, будет интересно, можно повоевать. Ну, нет, они решили просто вчетвером на двоих человек прийти. Я лично сам не видел четверых человек, я там занимался, сами видите, в кадре другим, но Анатолий сказал то, что там было четыре человека, когда взорвали ворота, и один был с тэк-нагрудником. Кстати, на видео своем я услышал звук тэк-нагрудника, поэтому я верю Анатолию, что там Анатолий был челик с тэк-нагрудником. Ну, и, в принципе, сами подумайте, это же жестко. Так же нельзя. Типа, ну, не то, что так нельзя, все можно, это шар, тем более, ты выбрал пвп-сервер, но, блин, это как-то неинтересно. Ну, вот натуре, люди. Вот, мне не понравилось, потому что, ну, блин, вот сделал бы я хотя бы, ну, дали бы время, а хотя бы, ну, четыре турочки хотя бы поставил, и можно было бы нормально с интересом пофайтиться. А так, типа, ну, прилетели, взорвали, нас убили, победили, молодцы, типа, но... Это скучно. Даже для вас это скучно. Вот вам надо контент предоставлять. А какой я контент предоставлю? Как нас тупо зарейдили, вот так вот. Ну, вот, соответственно, мне приходится сейчас снимать вот этот ролик, как мы будем сейчас переезжать на экстиншн. И, в принципе, я уверен, что это будет успешный переезд. Потому что мы отстроимся, отстроим базу нормальную и пойдем захватывать Абер. Мы вернем наш Абер, но я на это надеюсь. В принципе, меня уже затянул этот сервак, на котором я сейчас играю, именно тем, что тут в натуре есть враги, которые могут прийти вот так вот резко и тебе надавать. Вот это вот уже интересно. В этом и есть сути PvP-сервера. То, что если ты заходишь на PvP-сервер, это хардкор. Тебя разнесли, ты должен развиваться с нуля. И это интересно. Так, ладно. Дверь поставили. Кодик. Пин-код ввел. Еще стеночка. А вот она тут. Так, и теперь нам надо поставить потолки. И это будет конец этой, можно сказать, небольшой серии. Но прикол в том, что сейчас чуть попозже я просто с кого-нибудь кожу нарублю. Ну вот, к примеру, с того вот чубрика. И поставлю респу и, в принципе, все, чтобы у нас то ли была начальная точка. Плюс еще место очень хорошее выбрал, потому что вот в той стороне есть металл. И типа для старта металл это очень даже хорошо. Когда начинаете стартовать, советую стартовать вам рядом с полезными ресурсами. Даже если их немного, но чтобы хоть что-то было. Да, я знаю то, что я сейчас дерево по 210 нарубаю. Но это рейты 5х. Поэтому, как видите, все так. Это не как раньше я там на x1 играл. Вот в те времена, когда у меня еще тег-база была. Это не те времена. Сейчас мы решили что-то полегче сделать. Ну типа мы хотим контента, мы хотим нормально повоевать. Потому что мою тег-базу тогда зарейдили в оффлайне на x1. И типа смысл я на нее парнил, если мы ее даже толком нормально не подэффили. Ну вот согласитесь, это же не интересно. Поэтому вот мы играем сейчас на таких, ну более комфортных рейтах. Чтобы развиться за неделю уже можно было давать нормально так по башке врагам. Как говорится, всем врагам по рогам, да? Так, раз, два, три. Отлично. Все, можно ставить потолок и заканчивать эту информационную серию для вас. Не огорчайтесь, не разочаровывайтесь. Сейчас мы с Анатолием наверстаем. Кстати, еще может быть террарию запишем. Вполне возможно. Ну ладно, дорогие друзья. С вами был Тутемпаут. Вот такой неподстриженный, бородатый и вообще бомжары, короче, полный. Но я говорю, мы сейчас продолжим и все организуем. Ну я надеюсь. Ну ладно, всем удачи и всем пока. Надеюсь, вы понимаете и осознаете то, что... Да, я хотел уже пилить нормально контент по PvP сезону, но... Будет для вас вот такая вот... Такой вот ролик для вас будет, потому что... Ну я не успел. Не успел я толком сделать оборону в одиночку. Вот сейчас вот надеюсь, что при помощи напарника Анатолия смогу. Может быть, к нам еще и третий Вован придет. Хрен знает. Ну ладно, всем удачи и всем пока. Ниагар, чейс.